Эту встречу ждали давно. Все готовились к конструктивному диалогу без взаимных упреков. Необходимо в самые кратчайшие сроки решать вопрос с водоотведением на территории вблизи Минского шоссе. Это понимают и жители, и власти лесного городка. Но компания «Автодор» игнорирует многочисленные жалобы и письма, никаких действий не предпринимается. Жалобы связаны с работами, происходящими при реконструкции Минского шоссе. С подрядчиками, по всей видимости, неправильно сделаны ливние стоки. Есть открытые колодцы, благоустройство не доведено до конца. Во время дождей затапливается подземный переход. Дорожки, которые построены пешеходные, тоже затапливаются во время дождей. Жителям по ним ходить просто невозможно. Представители компании «Автодор» при виде журналистов просто убежали без каких-либо объяснений. С 2012 года уже мы пишем во все инстанции, пытаемся что-то добиться, улучшения какого-то, потому что поселение, микрорайон восточный превращается, просто затапливаем какое-то поселение. Поэтому хотим навести порядок, чтобы «Автодор» навел порядок. После многочисленных попыток дозвониться до представителей компании «Автодор» члену общественной палаты Сергею Ершу это удалось. Как оказалось, специалисты были не готовы ответить на вопросы жителей. «Автодор» попросил еще раз в письменном виде предоставить все вопросы и жалобы и жителей, и местной власти. Они будут рассмотрены, и уже после этого принято решение о назначении совещания по всем пунктам. Пришли люди не первой величины, даже не заместители, а специалисты. Увидев прессу, возможно, мы их даже немножко и напугали, потому что они, видимо, ожидали совещания. Позже мы этот вопрос, конечно же, проговорили. За это огромное спасибо, конечно, что позвонил представитель госкомпании Кучеров Алексей Владимирович. Мы с ним договорились о том, что буквально завтра или послезавтра мы проговорим более детально перечень вопросов, подготовим это совещание. Но мы сразу будем говорить о том, что пресса будет участвовать. Без прессы общественной палаты никак нельзя, и люди должны, так сказать, этого огласки придать. Пока компания «Автодор» будет готовиться к новой встрече с жителями лесного городка, люди вынуждены сменить обувь на галоши и резиновые сапоги. И ждать, когда все, что компания «Автодор» не сделала при реконструкции Минского шоссе, будет завершено. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».